Продолжение следует... Которому, значит, лет примерно столько же, сколько устройствам хранения данных. Да, мы разговариваем сегодня про работу с файлами. Но прежде чем начать разговаривать про работу с файлами, один маленький должок, который я хотел куда-то вставить в предыдущие лекции, но так никуда и не вставил. Вот, значит, вставлю сюда. Итак, этот маленький должок называется контекстный менеджер. Что такое контекстный менеджер? Контекстный менеджер – это такой очень частый шаблон практического программирования на питание, когда вам нужно совершить какие-то действия внутри определенного контекста, наплодить каких-то объектов, совершить какие-то действия. И вне зависимости от того, с каким успехом ваша работа происходила вот внутри этих напложденных объектов, отследить ситуацию выхода из вот этого пачки объектов и проделать какие-то действия перед этим выходом. Фактически это такой try, except, finally. Вот это клаузы finally, которые мы проходили, когда у нас была лекция по исключению, которые непосредственно привязаны к конкретному экземпляру специального класса под названием контекст-менеджер. Вот это и есть главная фишка того, о чем идет речь. У контекст-менеджера очень простой протокол. У него есть два метода. Enter и Exit. Метод Enter просто вызывается тогда, когда вы входите в контекст-менеджер. Метод Exit вызывается тогда, когда вы из него выходите. При этом, значит, этому методу приезжает аж три дополнительных параметра. Во-первых, какой-то тип. Сейчас посмотрим, что это за тип такой. А мы сейчас посмотрим это практически, что это за тип. В общем, во-вторых, это значение некоторое, которое будет... Тут вот неправильно написано, да. Короче, три параметра приезжает. Черт его знает какие. Сейчас посмотрим. Вот. Идея состоит в том, чтобы выполнять подобно клаузе finally в... Да, да, да. Спасибо, Python Prog. Именно. Вот. Подобно клаузе finally какие-то действия при выходе из контекста. Вот. И... Вне зависимости от того, все ли там хорошо произошло или нет. Более того, контекстный менеджер умеет сам распознавать при его создании, что ему нужно делать с возникшим исключением. Например, он его может смело игнорировать и просто работать дальше. Или он выполняет эту самую exit функцию и потом это исключение пробрасывает дальше, чтобы его обработали выше. Давайте посмотрим, как это работает. Вот. Давайте зададим этот самый класс для контекстного менеджера. Совершенно абстрактный. В котором у нас будет init. init нам не нужен на самом деле. Нам нужно, чтобы он возвращал в случае экзита false или true. Давайте мы не будем писать init, как у нас было в лекции, а сделаем еще проще. Вот у нас есть функция enter, метод enter, который вызывается, когда... self, который вызывается, когда... когда мы входим в контекстный менеджер. Вот у нас есть метод, соответственно, exit, который вызывается, когда мы из него выходим. Да? У него три значения. Вот. как там у нас в документации написано. Тип значений traceback. Вот. Ну, давайте. Тип значений traceback. Traceback это понятно, что, а дальше сейчас разберемся. Вот. Давайте мы их просто выведем ради интереса, кто они такие. Да? Вот всех троих. И... Вот. И в общем все. А, нет. Я соврал. Надо еще сказать, return true. вот этот return, он служит сигналом... Да, exception, конечно. Он... Вот этот return служит сигналом того, что делать с exception при обработке выхода из контекстного менеджера. Его, соответственно, игнорить в случае ту, как, по-моему, игнорить. А в случае, если он false, то он будет распространен дальше. Да? Ну, давайте попробуем теперь сделать что-нибудь такое. Написать please. with... cm... cm... bams... По-моему, так. Давайте подглядим в шпаргалочку. да. s... c... ну, c... да, контекстный менеджер. Ну, давайте скажем, тут print c, он скажет, что это такой контекстный менеджер. Дальше... А дальше сделаем race. Race... ну, не знаю, там, exception. Exception ку-ку. Бабах. Чего? Attribute exit. Exit неправильно сделал. Хорошо. Да, по черту не забыл. Хорошо. Давайте еще разок. О! Смотрите, какая, какая милая ситуация. Значит, вот мы обработали. Кто там сказал known? Да-да-да, спасибо. Похоже, что known это, извините, вот этот принцесс сказал. Ха-ха, как интересно. Давайте посмотрим. Да, точно. Вот. Мы открыли контекст-менеджер. Как видите, изнутри там виден какой-то known и больше ничего. потому что у него нету ничего. Он не для этого нужен. Да? Мы в нем зарезили exception. Этот exception обработался методом exit. Вот. Вывел какой мы exception получили. Какое-то значение у этого exception, понятное дело. И traceback стек, который происходил раньше. Здесь мы могли сделать race from, здесь мы могли сделать что хотим. Вот. но факт остается фактом. В этом коде давайте мы его еще раз повторим. Да Никола была класс. А почему? А, вот. Нет. До елки-палки. Сейчас, секунду. Да что ж такое-то? Ладно. У меня история почему-то затерлась в этой штуке. Ну ладно, затерлась и затерлась. Значит, давайте его еще раз повторим в этом коде. Секунду. Ты бы. Я так, меня так спил с толку, что у меня потыпать он забыл про эту фигню, что я даже вот. А, return false я хотел написать. Нет, я хотел сначала написать return true и вписать сюда еще помимо класса вот эту самую. А, все, я тут все нормально. Я вот это, я хотел поменять вот это. Я хотел еще вот здесь написать print done. Чтобы было понятно, что вот этот код выполняется весь, несмотря на наличие exception. Эта exception пожирается этим exit. Вот. И из-за того, что exit возвращает true, обработка контекстного менеджера проходит дальше, он спокойно вылезает из этого контекста и все происходит хорошо. Вот. Если мы здесь напишем return false, то весь этот with до дан не доходит. Мы обрабатываем, обрабатываем наш контекстный менеджер, мы обрабатываем exit, в точности, как полагается по клаузе final, но вместо того, чтобы идти дальше, наша exception kuku начинает распространяться во внешний контекст и до принта мы не доходим. Вот в этом разница. True и false в этом самом месте. Вот такая вот интересная штука. Еще одно замечание, обратите внимание о том, что весь traceback вполне мог бы вывестись не здесь, а в перемешку с строками, которые мы выводим в этом коде, потому что traceback выводит на stdr, а строки мы выводим на stdout. Иногда бывает, это сбивает с толку, когда ты смотришь в единый, особенно во всяких дешечках, которые паразитским образом смешивают stdout и stdr. Иногда бывает, что трудно понять в какой момент что произошло. Вот такая предварительная история про контекстные менеджеры. Мы про них еще вспомним. Довольно полезная штука. Это просто такой шаблон программирования с автоматическим выполнением некоторых заметающих следы действий в клаузе в методе exit. в общем, все. Вот. А мы переходим к вашим... Мы опять не переходим еще к изучению файлов, потому что прежде чем изучать файлы, надо изучить полтора типа данных новых, которые мы почему-то не потрогали за все это время в питоне. Это типы данных байтовые строки. Байтовая строка отличается от небайтовой наличием буквы байтовой начале. Вообще она самая что-нибудь на есть строка. За исключением того, что обратите внимание, при попытке вывести ее на экран, все-таки от нее репор выезжает, а не сама эта строка. У нее есть секции, у нее есть все методы, которые есть в строке. Короче, байтовая строка. Значит, какие у нее отличия от обычной строки, кроме слова b в начале. Отличия от обычной строки состоят в том, что туда нельзя вписать смотрите сюда мудрый птпайтон вообще сказал, что это синтаксическая ошибка, я даже не буду вам пытаться это исполнить, ну точнее даже не так, поскольку синтакс error в питоне это одна из немногих ошибок, которые происходят не в реал-тайме, а при парсинге, и птпайтон просто словил этот синтакс error при парсинге и отказался мне что-то делать дальше. Да, значит, понятное дело, что в байтовую строку нельзя положить ни байт, потому что никто не знает на самом деле, что означает вот эта буква c в смысле байтов. Вот, а вторая прикольная фича байтовой строки состоит в том, что операция индексирования на ней тоже работает, только она возвращает целое число а-а-а-а-а-а-а, а не под строку. Вот, такой что-то сильно напоминающий сишный rf-char. да 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 вот видите у нас байзенброк он в теме как раз проявляется это удивительное свойство лагов ютуба что люди думают с такой же скоростью с которой лагает youtube довольно быстро вот а значит да и это довольно удобная штука мы можем например написать вот так вот ну там не знаю 115 а не можем не можем потому что это байтовый массив до зачем такие даже строка она у нас константный как мы знаем зачем такие штуки нужны как правило байтеры не байтеры а байт строки типа байт прилетают нам из каких-то внешних интерфейсов из функций на си из чего-нибудь такого вот потому что в действительности они собой представляют ровно это до последовательность байтов байтов по моему даже с ноликом в конце то есть ну вот прям как у людей давайте посмотрим кстати а мы не узнаем есть там ноли в конце или нет потому что у нее будет еще хедера писатель но скорее всего он там есть брать нибудь вот а вот это вот то что я сейчас пытался сделать это удобный интерфейс к еще более такому полуторному типу который отличается от байт с тем что он модифицируем он называется байтеры очень от много откуда байты прилетают они прилетают допустим из например http запросов потому что фиг знает какая там кодировка про кодировку мы сегодня будем много говорить да они прилетают если вы собираетесь читать какие-то абстрактные файлы и которые явно не текстовые вот все это все это байтовые байтовые структуры просто там дальше внутри python непонятно что с ними делать да скорее всего их надо декодировать в ту кодировку который вы хотите или превратить в какие-то структуры более ну понятно поэтому про все сегодня поговорим так вот байтеры барт и рей байтеры это в общем примерно то же самое что байт а да я забыл сказать что поскольку это еще раз спасибо пальцем пробу который это напомнил что поскольку у нас бойц состоит из вообще-то говоря бартиков то бишь целых малых целых маленьких целых чисел мы можем взять так допустим бойцы b равняется бойц вот range допустим от 65 5 до 72 а за счет чем мы сделали мы создали последовательность целых чисел и из нее отлично делается отлично делается бойц вот до тех пор пока это все ну пока пока это бойц а то знаете там может быть вот 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 например вот так вот написать и так будет работать обратите внимание все хорошо правда он не представляет себе питон как эти бантики водитель на экран потому что кодировка а ски она только до 127 вот а вот если здесь написать 256 а понятно рейнджи да я здесь даже не участвует тут видите фе 255 24 вот а вот есть написать больше чем здесь 56 байт нас отругается ну скажет ребят вы чего вы чё делаете тут у вас же байтики какой такой 256 не влезает 256 важно так вот байтеры байтеры отличается от бойцев практически ничем за исключением одной важной фичи ну давайте вместо 117 господи не помню вот так помню а так не помню короче я помню что большие буквы от маленьких отличаются шестнадцатичным числом 040 видимо это 32 вот восьмеричным числом 40 вас видимо когда все это учил восьмеричная система была в ходу и поэтому я помню что 0 ну как бы о 40 вот по моему это 32 да так вот видите что я сделал я взял и защиту да и там б нулевое проверим что это 32 на 32 конечно вовите вот такая вот то есть на самом деле мы бы ведет себя немножко похоже на список да мы можем взять и сказать дель б от 2 до 5 пожалуйста вот он взял и сократился у нас вот в отличие от байтеры который просто представляет собой константную строку байтов в памяти последовательность смысле байт байтеры у нас вполне себе модифицируемый правда я сильно подозреваю что он все равно представляет собой строку байтов в память просто над ней разрешены соответствующие операции кстати сказать да но заодно и вот так и только не добавить конечно а понятно только значит только 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 166 это много было ну короче вы меня поняли вот значит еще но умеет работать как как лист и неплохо это делать с учетом того что он хранит только байтики вот такая вот конструкция достаточно эффективная эффективно лежащие в памяти и вполне возможно удобно и если вы работаете с символами код которых не превышает не превышает ну там соски еще какими то вот и вот тут значит когда мы говорим про код мы начинаем говорить про кодировки и это в общем такая бонапня бонапня видите да слово бонапня это такая бонапня с которой еще каких-нибудь 10-15 лет назад приходилось очень много разбираться сейчас вроде как не приходится спасибо емью коду за наше счастливое детство а вот ну с какой стороны да начнем давайте начнем с того что нет никакого простого способа описать все начертания всех мыслимых символов по номерам то есть такой способ есть он называется юникод символов этих тысячи и тысячи разных соответственно если их все переменуровать то во первых в один байт это не влезет точно на самом деле в 2 не влезет вот а во вторых там будут время от времени появляться новые потому что ну мало ли что но вот пришли специалисты ну не знаю там по античной латыни и сказали а где у вас вот такой вот символ который означает клацание зубами а такой звук был в античной латыни у нас тут у латинистов есть соответствующие символы юникодов сказали ну окей берем секцию раздел под названием античные символы туда добавляем клацание зубами всем хорошо то есть настоящий юникод разделен на такие он кажется 4-байтовый разделен на разделы тематические в каждом тематическом разделе суждать давайте я наверное вот что давайте я покажу свой любимый сервис с этим связанный связанными с юникодом ну-ка юни вью вот он подан этот сервис в нем можно найти что угодно вот нет слова тут нету чертис вот пожалуйста но это понятно и хорошо ну короче у меня поняли тут сейчас мы найдем прям очень много вот математических символов вот в этом сервисе можно найти всякие штуки вот по их описанию двойные скобочки или какие-то специальные буквочки математические и так дальше вот и тут хорошо хорошо видно что как-то все устроено с точки зрения именно организации юникода видите у них есть отдельные у юникод блоки вот они тут можно выбрать блок он допустим цирилик вот он да внутренний код блока у всех вот он 004 этот и не код блок 00004 и там вот у него еще есть внутренние номера вот такая вот такая вот штука этот ваш юникод соответственно в питоне мы с вами помним строки это и есть тот самый внутренний питомский вини код однако например когда вы работаете с терминалом этот терминал вам показывать не уникод этот терминал показывает символы в какой-то там кодировки есть сильное подозрение что кодировка это утф-8 в нашем случае сейчас вот эта кодировка утф-8 значит код страны код языка код страны код языка и н.ю.с. код языка код страны значит код языка код страны и кодировка вот что это значит это значит что перед тем как вывести вам на экран какую-то вот такую ерунду питом в действительности проделаться вот вот и эта операция которая сейчас проделал это операция сначала перекодировки а потом обратные перекодировки в действительности мы набираем текст в кодировке утф-8 все это приезжает питону внутрь в питоне внутри этот текст преобразуется сообразно вот этому той кодировки которые установлены в нашем терминале в его питомский внутренний вини код вот похожий на тот который не в юном показывал вот а при выводе он пришлит обратная операция то есть в действительности же давайте мы так сделаем вот это самое фыва фыва да давайте от посмотрим от нее орды что это за номер дать посмотрим него херс от этой штуки да нихел по херс во это вот узнаете этот 044 бы 0 4 это вот тот самый индекс до 0 4 это как их зовут господи и секция с кириллическими буквами а4 бы это номер букву в этой секции можно даже проверить кстати 0 4 секция 4 бы давайте смотрим 4 бы непонятно какая была буква фыла было бы фы а это дополнительные кириллический да 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 нет нет 4 б в убор не вижу 42 ну тут 044 бы это обычный и вот смотрите-ка есть некоторая неприятность связанные с тем что там внутри у питона какая-то своя внутренняя система вот кодирование все это безобразие вот обратите внимание что этот самый вы но кстати он похож да только тут почему-то и большой а там и маленькая или кстати это маленькая нет это большой вот это и маленькая но что там не так какие-то причуды питон давайте посмотрим кстати а что будет если мы допустим большой выберем 2b вот почему-то большие маленькие буквы у него поменьше ну вот ну вот так вот он работает не знаю кому из вас верить вот важно не это важно то что на самом деле вся структура кодировка она еще господи не года она еще более хитрая и поэтому вот так это все не работает вот ну например те же кодировки у тф они бывают и 2 байт не 4 байт не вот ну так вот она устроена вот сама кодировку у тф устроена совершенно по-другому сейчас мы попробуем это сделать ща что у нас там есть с до с . decode только из большой с . decode нет in code естественно поскольку текст в обычной в обычном я не коде считается текстом в питоне а текст в какой-то специальной кодировке он считается закодированным in code да значит что мы хотим у т 8 мы хотим его code в обратите внимание что нам прилезли байтики и вот это вот у нас первые два байтика это у нас и это в это а и это п как полагается кодировки как полагается кодировки кодировки ут 8 вот это вот у нас условно код языка хотя видите здесь d1 а здесь d0 то есть их там 2 на кириллицу приходится а вот это вот номер буквы внутри этом хоть причем чтобы можно было отличать буквы в кодировке ут 8 в от аске буквы у них у всех у этих байтиков смотрите у этих байтиков у всех старший бит равен единице да ведь они все больше чем 128 вообще поголовно а если мы ну давайте так сделаем дать и общую картинку на напишем русская буква латинская буква до конкурт как мы уже сказали у тр 8 тег и этот валист в значит в 209 и 208 это индикатор того что у нас идет блок с дополнительный блок с какими-то буквами дан случае с русскими кириллическими сама эта буква всегда кодируется тоже байтиком который есть знак выбит все они больше 128 вот ну давайте вы так все сделаем чтобы был виден знаковый бит надо ухт как раз сделать ну конечно вот значит только не в это вот смотрите везде есть 208 лично 208 лично это как раз знаковый бит за исключением буквы в которой однобайтовая и так получается что вдв кодировки есть 1 байт вы 2 байт а также и 4 байт вы тоже последовательность вот такая фигня вот в принципе мы можем декодировать какую другую кодировку но смотрите возьмем какое-нибудь русское слово например слово вопрос только давайте вот так напишем вопрос вот и скажем ему in code в кодировку ну допустим какой 8r вот какие-то байтики если мы вот эти байтики по декодируем в кодировке опять-таки какой 8r то все будет хорошо если мы их попытаемся декодировать дефолтной кодировки на скорее всего обругают потому что в кодировке у тф-8 вот такие последовательности ничего не значат прям самого начала вот f7 нет такой секции вот f8 да вот f8 как бы русской сердце соответствует d1 а тут и все ну и потом смотрите кто-то в два раза меньше до кодировку q8r она 1 байтовая то есть предполагает что никаких букв кроме латинских русских на свете не существует это утверждает кодировка любая 1 байтовая кодировка утверждает что существует буквы только латинские с кодом меньше чем 128 и наши родные где под родным подразумевает собственно страна к его 7r латинские а по допустим если мы попробуем попробуем преобразовать ну не знаю там cp 1254 он не умеет так вот зараза ну неважно 21 21 конечно работает вот или там да обратите внимание что вот это тоже русская кодировка cp 1251 который используется windows кое-где все еще используется windows и скажем так да так вот значит смотрите декодирование нашего слова вопрос из настоящего и не кодек в котором она хранится в этом самом в питоне в кодировку тф-8 в кодировку кое-8r нам выдал вот такую последствия в кодировку cp 1251 другую тем не менее обе кодировки являются 1 байтовые обе устроены по одинаковому принципу а именно байты с значением больше 127 соответствует русским букв поэтому понять в какой кодировке было закодировано это сообщение в случае однобайтовости невозможно вообще в случае утф все очень прозрачно да где у нас тут d1 и d0 это кириллица а это номер буквы в кириллице случае 1 байтовой кодировки совершенно непонятно какова она была в девичестве то есть если мы сейчас напишем вот так то мы получим некоторое слово русскими буквами а если мы напишем наоборот да это такая типичная классическая ситуация админов из прошлого тысячелесия когда ему пользователь пишет в кодировке cp 1251 кажется или 866 давайте посмотрим да я соврал я соврал 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 вот так надо было сделать а нет все правильно все правильно вот пользователям упор пишет из-под windows в кодировке cp 1251 а админ читает все да при этом не выставляет эту кодировку там какой-то текст непонятно в какой кодировке по умолчанию и никсовы консоль админы выставляет кордировку какой 8r получается вот это что еще есть еще есть внимание мое тоже любимое любимое слово напняет бум хлюхи поэтому какое-то время довольно довольно давние тому назад от абайтовых кодировок отказались потому что байтовая кодировка как видите это вопрос интерпретации мы не знаем заранее что там есть где и придумали и не код точнее у тебя и не код придумали того чтобы вообще все символы перерисовать а и у тебя придумали для того чтобы все эти символы можно было уложить в одну и ту же строку строку вот правда теперь размер символа одного не равен одному байту а чему он рай мы не знаем такая вот неприятность сразу скажу что все не так хорошо есть еще такой бар байт ордер марк про байт ордер мы будем еще сегодня говорить и вообще этот я не код решил ровно одну проблему а все остальные проблемы не решил и даже создал свои собственные проблемы вернее у тф введение у тфа решила проблему в одну строчку поместить буквы из разных алфавитов но например создал проблему определить размер строки теперь размер строки не равен количеству букв в этой строке и количество байтов тоже не равен а чему он реально непонятно надо считать вот сейчас мы сейчас это покажу в принципе есть кодировка давайте уж раз пошла такая пьянка есть кодировка которая позволяет все представляет в дубайтном визе по моему цс-8 она называется нет а как как же называется непонятно как называется я забыл может вот так да не инициация нет да не сц господи прости цс я же говорю но нет такого ну неважно не помню как называется дубок сидеть посмотрим вдруг есть нет даже не так сделан он кодинс но тут их не так уж много этих кодировок прямо скажем потому что они русские вот не помню я я не помню как в питоне называется эта кодировка в линоксе она называется у цс но что-то я не вижу и тут ну и ладно у тф-16 еще есть который еще более другой в общем у тф-32 есть короче страх и ужас летящий на крыльях ночи давайте мы тем закроем а то мы сегодня до конца не доберемся вам давайте попробуем в тф-32 ух какая она длиннющая по 4 байта на символ да супер конечно бог ним относительно того как то устроены в питоне в питоне устроено все довольно то есть полностью прозрачно для пользователя и довольно остроумно хотя конечно это остроумие такое вот такое очень питоновская которая стоит следующем смотрите допустим нас есть строка с которая равна то есть стоит и состоит исключительно из латинских букв точнее состоит исключительно из букв в кодировке аске чей код в кодировке аске равен меньше чем 128 кстати в кодировке у тф он тоже меньше чем 128 так уж она устроена вот эта странная кодировку ты тогда в действительности это строка хранится побать на 57 пускас вас не смущает это еще описатель объекта его хэш и поле бла 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 но если скажем мы возьмем здесь о тут люди смотрят нас так оверфлой говорят что cs2 этот f16 очень может быть а я знаю по или азам спасибо дмитрий будем знать можно проверить это все хорошо и на самом деле если мы прибавляем сюда еще один байтик то в размере прибавится еще один байтик видеть два байтика два байтика то есть на самом деле строки которые содержат символы исключительно с паски символами лежат побать на стоит мне в эту строку добавить юникодный символ который не являются ски и вся строка в результате хранится уже вот в двухбайтной кодировки вот этой самой внутренней питомовской которая как мы только что убедились не равна идентификации идентификации и не кода но вполне возможно равна тому саму у cs2 и лютер 16 который говорит дмитрий это надо проверить но идея стоит следующем что поскольку строка это константа то при ее анализе всегда можно понять она состоит из аски символов или не только если оставить из аски тонна хранит как байты а если нет то мы хранит вот как 2-байтные последовательность для пользователя повторяю это абсолютно прозрачно нам совершенно все равно как там внутри устроен мы просто память экономится зачем хранить нули если это известно заранее что это нули и ни во что другое не превратил но соответственно мы с вами уже посмотрели что есть модуль инкодинг с который в данном случае видим подсосал все русские инкодинги судя по тому что я вижу а он их подсосал по мере пользования ими вот что я так думаю что ну-ка да нет вот и 8 вот и есть модуль кодекс который собственно которым можно пользоваться в питоне для того чтобы эти перекодировки производить он довольно хитрый там есть какой-то итератор и еще что-то в общем смотрите туда если ваша задача с этими кодировками бороться вот на таком уровне у нас не будет никаких задач это вот из этого что следует из этого на самом деле следует что любой объект типа байт можно превратить в объект типа стр вот ну не круто да можно превратить в объекте типа стр и обратно разумеется обратно в байт при этом если вы не указываете кодировку используется та самая которая нам возвращает модуль локали где он там был у нас самом начале вот он вот вот она до локальт get default локали а если вы указываете явно она указывается явно и тут вот может возникнуть некоторая бна пня ну что давайте наконец возьмемся за файл может половину лекции практически посвятили не файлам файлы в действительности работа с файлами в питоне очень очень простая штука мы просто говорим и фравняется open давайте давайте что у нас тут есть много всего у нас тут есть в блок ст ст о какой-то город шикарно шикарно какие-то логи просто прекрасно вот мы сейчас и откроем и а равняется равняется open looks txt и это будет открытие файл на чтение вот f при этом специальный такой объект у которого например есть всякие там поля типа name вот это и позиции и все такое потом говорим что-то типа я равняется f точка рид и фига к нам вот этот в этот р приезжает полностью содержимое всего нашего файла обращаю ваше внимание она строка это должно нас наводить на некоторые неприятные мысли относительно того что неприятные мысли относительно того что кто-то здесь проделал перекодировку из утф-8 потому что она по умолчанию мы не сказали из какой в внутреннее представление питона наше счастье что этот файл оказался действительно текстовым и в нем действительно были только символы которые соответствуют кодировки утф-8 вот если бы там была какая-то ну совсем уж не ерунда то он может быть и не сработал бы например если мы напишем вот так вот ну не знаю сербин python 3 ты где-то пойти на 3 пойти на 3 а вот тут его много ладно надо было вот вот так сказать вот и попытались бы из него прочитать то нам бы сказали что ups тут какие-то байты приехали они вообще говоря в т-8 не превращаются такая вот такая вот картина для того чтобы прочитать ну понятно почему байты из бинарника не превращаются в утф-8 потому что бинарник там ну и лев лежит вообще-то значит для того чтобы прочитать из бинарного файла бинарные данные которые приедут в виде строки типа байтс они строки типа стр надо всего лишь при открытии сказать ему этому файлу что у него тип бинарный вот а и что на чтение значит тут надо понять что когда мы ничего не задаем по умолчанию файл открывается типа рт вот так read текстовый вот так мы уже убедились что у нас не работает поэтому говорим что нет read binary а вот с помощью binary можно абсолютно любой файл прочесть потому что он тупо читает байты никаким никаким преобразованием не заморачиваясь да это это я извините юзер бин бин байт чуть не вывел весь на экран понятное дело что это плохая идея ну плохая идея вот 3 мегабайта все таки поэтому давайте лучше так сделаем вот пожалуйста там какой-то кусочек в байтах как видите это такие байт которые там особо то и вывести на экран нельзя потому что они ну не являются символами но мы же знаем что можно сделать вот так вот это что касается от обычных файлов значит read и write как видите это операции прямо чтение прямо записи причем вы можете читать байтики может читать строки с перекодированием ну например можно сказать так f равняется open 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 допустим о на write и сказать f . в рите в рите а потом еще обратите внимание что функция в райт возвращает сколько байтиков она записала интересно байтиков или символов символов байтиков было больше в данном случае как вы понимаете вот сказать f . close после чего файл закроется и только в этот момент можно будет в его содержимое обратиться дело в том что он тут как бы немножко стороннее знание которое доступно в курсе по операционным системам файлы все буферизованы и пока вы его не закроете или не скажете флаж есть функция флаж в естественно у объекта типа файл у объекты вот там на дне то есть в файлы системе может не оказаться содержимого этого давайте посмотрим на этот файл как мы его назвали о мы его назвали вот обратите внимание на две вещи вещь первая как уже было сказано поскольку файл у нас был текстовый то произошла перекодировка из внутреннего не кода в тф и наш 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 питончик отлично наш линукс отлично показывает содержимое нашел эту фливу в этом файле у тф ну вот и во вторых никаких переводов строки и доблестный z shell который у меня в качестве шелла стоит он ведь еще сказал знать что в конце этого файла нету перевода строки но чтобы вас не путать я тут напишу такие цветные процентики и все-таки переведу строчку потому что баш повел бы себя по-другому классический линукса вышел он же повел бы себя по-другому если мы бы мы бы сказали вот кат по ведь что произошло он вывел содержимое этого файла а в конце него не было перевода строки поэтому он сразу вызвал вызвал подсказку зашел в этом смысле поступает мудрее но в любом случае нету никакого перевода строки мы должны были вставить его руками давайте вставим его руками да и в точка в рите а давайте сразу в райт лн луны ну допустим нету райт лун ну просто в рите есть да значит вот от без слышен такой да вот можно еще вот так сделать так тут был слэш бэк неправильно переводы строки все туда тоже мы да и дбб нам записали чего сделал не так не закрыл кавычку так надо поторапливаться и в . ну вот видите вот они эти переводы строки и том числе в конце вот та же самая история с байтовыми строками в общем тут мне кажется все понятно единственное что стоит сказать для того чтобы закончить эту тему что естественно поддерживаются операции над файлами естественно поддерживаются операции над файлами как я уже сказал флаж сик какой-нибудь ну допустим f точка сик давайте сразу передвинемся нам подать прочитаем какие у него параметры давайте а передвинемся на 10 символов от конца до f точка сик на 10 символов от конца на 10 я сказал а может быть минус 10 нет он говорит нодзиру не умеет только в конец умеет хорошо или припи переметнулись в конец не умеет он от конца 10 символов хорошо а если мы ему скажем а теперь пожалуйста на минус 10 фу счета тут какая-то тут неприятность а слушайте наоборот же да нет нет не наоборот странно ну ладно конце концов конце концов можно сделать это и руками сказать ну вот пожалуйста вот на вот на 10 символов от конца мне подвинься все-таки что будет если я скажу сейчас их . read ну вот они это 10 символов чем вот и второе можно даже какой-нибудь ревинду него ревинду него нету перемотали на начало вот и второе что можно сделать это читать оттуда построчно f точка реглайн вот обратите внимание на то что при этом бакслэш он не удаляется потому что что можно было потом опять в райтом этот туда записывать он бы не пропал вот ну и последнее что пожалуй я расскажу и пойдем дальше говорить про типизированные файлы то у нас осталось чуть ли не полчаса всего это то что файл является итератором предпоследнее файл является итератором то есть мы можем сказать так давайте перемотаем на начало for line in f ну скажем так line 10 многоточие лен от line видали значит что такое итератор итератор по редлайнам вот то есть это то же самое что как если бы вы проходили давайте еще раз скажем сик на начало как бы если бы проходили вот по этой штуке вот только red lines нам возвращает как видите список строк готовый фактически это рид по сплечный по бы бакслэш и а ну только бакслэш и наставлю а вот этот цикл это все-таки настоящий итератор который и нихуне не зажирает весь файл памяти а отдает вам по одной строке вот собственно все алгоритм питона декодируем в питоне лежат в модуле кодекс меня спрашивает python прок где лежат человек с ником андерсон-сильва тут вот давно уже подсказывает что надо рассказать про оператору with с файлами действительно надо рассказать я не зря начал вид свист начал эту лекцию значит файл файл объект является контекстным менеджером вот то есть вы можете написать и рекомендуется писать так вот где-то у нас open был во вот вместо такого написать так with open это значит создаст контекстным с ну и там текст и равняется f.rib давайте я так сделаю до мучиться значит что важно знать про эти самые вещи первое это то что ну собственно и последнее что файл данном случае закрыт то есть когда мы выходим из из контекста которым в данном случае является открытый файл его метод exit его закрывает зачем это нужно представьте себе что вот в этой процедуре где-то произошел 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 рейс ну смысле exception ну какой угодно там не знаю print форм линф принт понятное дело что такая штука отвалится и внимание вопрос как отследить тот факт что мы вышли из этого цикла с каким-то этим самым да чтобы потом этот файл закрыть файлы надо закрывать за собой иначе залипнет открытый дескрипта если у нас например вот здесь вот сто пятьсот таких файлов открывается и некоторые из них падают мы конечно поставили try но забыли его закрыть так вот использование контекстного менеджера файл использование файла в качестве контекстного менеджера внутри оператору из гарантирует нам что даже в случае если вот такая штука произошла файл при выходе из контекстного можно будет закрыт потому что его exit вызвался он файл закрыл как я уже говорил довольно частый шаблон программирования да что-то поделать сделать замыкающие действия которые определены в специальном методе у файла такой метод есть вот я кстати думаю что метод enter там пустой все поехали дальше а то у нас как бы еще тема времени нет да значит смотрите когда мы говорим про да значит я все таки все таки еще раз скажу потому что кажется этого не было у оператора print тоже есть опция файл извините придется это сделать и оправняется open о скажем в write text print 1 2 3 1 2 3 1 2 3 файл равняется f f точка да ну вот обратите внимание что там есть переводы строки вот в конце ну можно это повторить но в общем бы мне поверьте да вот да есть там перевод строки в конце то есть как бы мы перенаправляем наш вывод вот файл f он текстовый какая наша какая главная неприятность которую мы никак не можем побороть любой вывод будь то в write или print в файл любого объекта питон а мы можем любой объект питон туда туда записать допустим print 1 3 в файл равняется файл равняется f да или f точка в райт ну допустим ну не знаю там значит это у нас был флот число чем мы еще хотим записать долл не знаю число раз два три четыре пять да там нет 128 до байт к 1 вот а тут мы не может быть только строку можете записать а как же здесь print а принтер пишет туда строку то есть если мы сейчас закроем файл то и посмотрим в него то мы увидим что туда записалась не 8 там или сколько-то байтов флота это не бинарный файл а туда записалась его строковое представление более того если мы сейчас откроем его как binary текст получится то же самое абсолютно окей а как нам тогда записывать вот ну прямо объекты не их строковое представление а как прямо объекты файлы есть несколько способов ни один из них не является простым почему сейчас объясню способ первый и главный это сериализация самих питонских объектов этому служит модуль пикли вот давайте его про импортируем который на самом деле тоже работает с бинарными файлами записывая туда какое-то свое пикливое представление объектов питона который мы хотим туда записать идея сериализация объектов состоит в том что потом из этого файла их можно 10 реализовать вместе с их типом и даже вместе с их инициализатором вот это для классов иногда работает давайте все проверим или вернее что успеем проверим сначала просто посмотрим как это выглядит допустим . dumps ну что там 100 500 давайте не 100 500 а 16 личное число 0 x 100 500 ну только поменьше до 1 2 3 4 нам получилась какая-то строка который в общем состоит из какого-то заголовка содержащего нолики непонятные символы вот да я тут не вижу только трех почему а потому что все вспомнил потому что он упакованный объект по умолчанию теперь чат протокол равняется 0 до ну-ка давайте попробуем протокол равняется ну вот так то так то будет лучше да значит современный пикли умеет очень хитро их упаковывать для того чтобы текстовые эти самые там не лежали а когда-то очень давно пикли просто белл так смотрите это интеджер который равен 120 1 2 3 4 все я закончил . да давайте попробуем список раз два три 4 5 6 7 8 смотрите это список который состоит из интеджера опять 6 7 8 до добавленного в конец append append . я закончу современные протоколы пиклинга понятно они еще какие-то там упакованы и все такое но вот идея стоит в том что фактически мы записываем в наш файл больше информации чем хотели намного потому что там будет и представление наших объектов и их значит их описание а вы может быть даже и там как их и инициализировать например вот значит какое-то отношение имеет к файлам ну как какое смотрите открываем файл ну скажем и of равняется open тут там оба дам дам нет слов дам плохое потому что пиклез вот так вот у white binary естественно дальше говорим пикл . дам сначала файл файлов и какой-нибудь объект наш любим раз два три четыре что сделал неправильно я думаю что да сначала что потом куда давайте туда еще с дампинг ну чё еще туда можно знать ну чё хотите можно туда сдампить можно даже можно даже класс туда сдампить смотрите вот закроем наконец там будет лежать море всего а теперь давайте его откроем уже на чтение начнем а то реисторить лод загружать оттуда объекты поштучно райт библи пикл . . вот ф загружаем оттуда первый объект назовем его он загрузился что это за объект да это число раз два три четыре тип которого естественно целое давайте еще один ну короче вы меня поняли ой надо вот тут вот надо было его успеть прочесть потому что мы бы увидели что у него там еще и прям он сконструировался у него там еще а ну вот сейчас сейчас давайте еще раз сделаем так 23 вот смотрите какая красота правда эта красота работает только в том случае если в текущем если в текущем namespace был класс c вот если мы удалили ничего так работать больше не будет ты-дых кто будет конструировать класс сет класса сета нету его может быть кстати может быть сам класс можно было запеклить ну короче вы меня поняли да идея состоит в том что специальный типизированный файл в котором по специальный модуль откладывают питоновские объекты вместе с питом ским типом и некоторым информации о том как их создавать кстати сказать можно даже ну есть поддержка в пикле специальных методов внутри вашего класса чтобы вы туда как-то хитрым образом задампили значит свой класс чтобы потом можно было потом экземпляр ну не класса экземпляр класса потом этот экземпляр класса можно было из сервизованного из сервизованных данных постановить окей но на вопрос мы не ответили а вопрос напоминаю был как записать флот который как известно состоит то ли из четырех то ли из восьми байтов вот как его записать прямо по этим байтам файл если мы будем пытаться это сделать с помощью принта или с помощью в райта врать нас отругает скажет пишите строку а принт запишет строк в чем проблема ну давайте для начала просто сходим посмотрим на модуль стракт который позволяет это делать вот он который стоит следующем что вы на специальном птичьем языке вида вообще большой любитель птичьих языков языков в которых там каждый символ чем такое означает вот на специальном птичьем языке описываете вот он кстати этот птичьи язык где вы говорите там структура состоит из допустим into или unsigned into дальше там байта дальше там строки из стольких то символов вот ну в общем вот вот такого сорта описал а сейчас я покажу как то устраивает значит вот вы на этом птичьем языке описываете структуру вашего файла и потом значит его тут загружаете давайте мы как бы хотели давайте мы сейчас перевойдем чтобы на экспресс очистить импорт стракт да опишем как мы хотели флот да значит или допустим парочку флотов да вот нас в файле будет лежать парочка флотов формат будет равен давайте смотреть как он устроен флот 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 пожалуйста 4 байта флот вот вот он флот 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 фл чего мы хотели нет, не досмотрел я формат 2.1, да, отлично страк.пэк формат у нас 2 флота tf не надо было вот это fmt говорить, ну и скажем 1.2.3.4.5.6 а также 5.67.89 точка я сказал точка я сказал вот они представлены в виде с каких там байтов ну давайте 8 байтов как и было сказано вот здесь как раз наблюдается четкое преобразование вот того, вернее соответствует того, как память как эти байтики должны храниться в памяти в эти самые байтики и эти самые байтики мы записываем понятное дело, что после этого такую структуру можно записать в файл типа binary да, и вот они там будут лежать полной экономии места главное только знать какого типа данные мы туда записали потому что там будут лежать абсолютно чистенькие байтики и без заранее известного информации о том какого они в какие группы они объединяются какого они там типа да значит ничего сделать нельзя вот ну как видите тут много разных типов да ну допустим мы можем упаковать туда давайте так черактер там чарактер есть чар есть чар вот соответственно нет, давайте не чар давайте мы сделаем 4s строку длиной в 4 символа да квер байт естественно 4 байта он не умеет не умеет быть символом вот вот смотрите вот это наш это наш первый флот это наша строка длиной в 4 байта и это наш второй флот видите какая красота байтовая строка понятное дело что чтобы превратить его в юникодную строку надо немножко постараться вот вот такую штуку можно записать в файл прочесть из файла получить все те же символы зная вот этот формат у нас осталось всего 10 минут и я наверное не рискну разобрать вот этот пример от начала до конца разберите его сами здесь написано как попарсить как начать парсить пнгшечку вот давайте я расскажу о подходах к этому делу да расскажу о подходах к этому делу просто мне кажется что если я сейчас начну это объяснять в прямом эфире то мы забуримся вот в википедии сказано из чего состоит пнгшечка пнгшечка состоит ну кто не помнит пнг это формат такой изображений вот без потери данных со сжатием предполагаемым но без потерь так вот пнгшечка состоит из заголовка в котором 8 байтов это очень смешные 8 байтов в заголовке потому что первые три буквы пнг вот а нет первые буквы 89 89 шестеричное это значит нечто со знаковым битом и соответственно в каком-нибудь тут очень много огородов чтобы в досе случайно этот файл не открыли как текстовый вот значит первый же байтик он ни в какую кодировку типа не входит и в общем на самом деле входит конечно же но по крайней мере в АСКИ не входит поэтому при попытке открыть пнг как АСКИ вас обругают дальше три буквы пнг дальше перевод строки в стиле DOS зачем он нужен если вы внезапно открыли файл с перекодировкой и например эта перекодировка превращает два перевода строки в один DOS в классический сишный то здесь вместо двух переводов строки будет один и значит это означает что вы открыли файл неправильно неправильным способом с перекодировкой дальше идет перевод строки а нет дальше хуже дальше идет Ctrl Z символ Ctrl Z 1A зачем он нужен это такой специальный символ который функцию DOS по открытию по чтению из файла говорит это конец файла вот ну и дальше еще перевод строки короче нас это мало интересует это такой заголовок что мы пишем что мы пишем в нашем анпакере вот хидер это такие 8 байтов нам в общем все равно какие мы можем их даже посмотреть эти 8 байтов но это будет просто 8 байтов дальнейшее содержимое нашей PNG это так называемые чанки каждый чанк состоит из описалого длины описалого который состоит из 4 латинских букв больших пэллода это собственно вот столько байтов и контрольная сумма которая состоит из 4 байтов в конце вот мы так и говорим что значит чанк это целое число и дальше у него идет 4 байта описания дальше идет неизвестной длины вот этой прочтенной нами длины блок собственно с чанком и дальше идет его ЦРЦ понятное дело что структуру что модуль стракт не умеет не умеет вот сюда включать описание последовательности произвольной длины только конкретно фиксировать и все бы было хорошо черт 5 минут осталось все бы было хорошо если бы сюда не вмешалась штука которая называется порядок байтов в слове она же endingness и собственно из-за этого порядка байтов в слове и не распространена в питоне практика сохранение данных в бинарном виде дело в том что порядок байтов как вы думаете как в памяти идут вот у вас есть 4 байта как вы думаете как они идут в памяти это кстати интересная штука смотрите давайте мы напишем вот так вот struct struct .pack обычный unsigned int 0x 1 2 3 4 что тебе не нравится а 34 это 4 окей 1 2 ну допустим еф о значит в числе у нас это 16-ричный 89 Андрей Андрей спрашивает 89 это не игрек ли нет это обратите внимание на то что это все 16-ричные числа вот обратите внимание да не это арить дорогой либо по порядку либо наоборот к сожалению все еще хуже вот да вот посмотрите сейчас сейчас у нас они действительно идут прямо наоборот да у нас нулевой байт он здесь в конце а здесь в начале первый байт он здесь второй с конца здесь второй сначала ну в общем вот это так называемый little engine почти все архитектуры на свете little engine за исключением некоторых архитектур типа там арм умеет переключаться у мипса есть возможность тоже переключения и допустим у какой-нибудь у какого-нибудь power тоже бывает big engine архитектура big engine архитектура устроена таким образом что байтики в машинном слое лежат в том же порядке так вот о богоисклицательный знак именно это значит так вот в png они лежат именно так почему потому что png предназначен для передачи в том числе для передачи в сети побайтово и поэтому первый байт продается первым а не последним вот так называемый сетевой или big engine он еще иногда называется network engine и поскольку вы на разных архитектурах должны сначала проверить какой у вас там байт ордер а бывают архитектуры у которых все еще хуже у которых байты внутри битов байты внутри внутри полуслов машинных помененными местами а скажем сами машины полуслова при этом идут в правильном порядке да то в общем превращение всем понятного допустим и даже интеджера не говоришь о флоте в некоторые байты она вот вокруг этой машинерии начинает танцевать и становится неудобно поэтому обычно так нельзя за вас все это преобразование уже сделано а вам остается только молча поверить в это или с помощью вот таких вот конструкций видите я специально вот восклицательный знак означает что это big engine с помощью вот таких конструкций явно указывать что это у нас ну какую вот в частности в пнг используются используются именно строго big engine вот дальше посылаю вас вот к этому примеру он даже работает тут даже используется некая тема про декомпрессию потому что там еще нужно расшифровать в общем просто у нас осталось мало времени а я хотел рассказать еще про полторы полторы темы еще одна тема это вот какая окей ладно стракт ясно все с вами иногда хочется использовать файлы для эффективного хранения данных в первую очередь потому что мы хотим чтобы файл был не последовательного доступа читаем 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 а прямого найди мне пожалуйста вот такой элемент вашим в этом самом нашем значит хранилище которое лежит в файле вот довольно много питонних модулей которые работают с различными форматами данных вместо файлового интерфейса последовательного чтения read write предоставляют пользователю такой словарнообразный интерфейс то есть мы говорим смотрите вот модуль dbm говорим значит создать нам создадим файл f равняется dbm точка open ну назовем там не знаю файл назовем датабейс потому что это фактически поскольку у нас доступ по ключу то это такая база данных примитивная вот и говорим что мы ее создаем значит традиционно помимо значит write и read к вот такого рода объектам еще применимо отдельный метод ccreate вы не можете открыть на запись несуществующую базу данных почему потому что кто-то должен ее сначала создать разметить там индексы сделать ее пустой и так дальше даже вот такой файл пустой он кажется занимает килобайт или что-то около того ну вот а теперь мы говорим f допустим равняется сто пятьсот а байт тут должны быть байты а можно вместо байтов написать сотая нельзя значит только байт хорошо вот так-то можно а у меня работал только что давайте проверять так а возможно ему надо сказать нет вряд ли давайте еще разок так импорт дб импорт я сказал да не дмб дбм так f равняется дбм точка я сказал равняется точка open да что ж такое равняется дбм точка open database точка ну вот тут я написал дбм дб назовем тоже дб запятая create то есть тут вроде все нормально f.cre f равняется ааа записывать можно только строки я тупой самый маппинг да ну ка фу пронесло да значит вот мы говорим да вот тут виктор виктор говорит что зависит от типа базы данных и обычно 4 килобайт очень может быть да ну вот вот да давайте перепишем его так так он работать не будет а вот так вот наверное будет так он работать не будет мы уже это видели а вот так потом будет работать ну давайте закроем вот при этом как он назывался датабейс .дб он видите он какой да действительно 4 килобайта вот а то и 6 короче много а то и 12 вот зависит от движка с которым мы работаем вот давайте мы его прочитаем теперь импорт бдб да и равняется open bdb open bdb . open а не bdb db господи bdb это она 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 немножко более хитрая да и равняется dbm .open database .db сказал db на чтение да ну и что там у нас f z ну вот в общем вы меня поняли кстати сказать обратите внимание что произошло преобразование в таки bytes хранятся там именно bytes и с этими bytes ну вот у нас уже закончилось время что я могу сказать я хотел еще привести пример zip файла zip up ну короче а еще бывают файлы про которые заранее известна структура их да это zip и архивы png шички и черт вступи их в одном только питоне дофига а уж в пп их овер дофига да с такими файлами тоже можно работать единственное с чем просто так работает тяжело это с файлом который состоит просто из байтов потому что мы дальше не понимаем что с ними делать вот собственно и все если есть какие-то вопросы задавайте но нам кажется уже давно пора заканчивать вот ну видимо все тогда всем спасибо и до свидания